У нас офигенная аудитория, всё время надо что-то рождать. Бюджет одной программы, одной программной НТВ был бюджет телеканала месячный. Я сейчас не говорю про прибыль, у нас её нету. Ну, хотелось бы, чтобы она когда-нибудь появилась. Мы не устраивали в Косомольском собрании разбору поведения Паши, мы решили поговорить вообще про ситуацию внутри коллектива. Слово «рак» в России произнести страшно, потому что рак – это приговор. Привет, меня зовут Юль Варшавская, я главный редактор «Форбс Вумен». И сегодня мы приехали в гости к Наташу Синдеевой, генеральному директору телеканала «Дождь», чтобы узнать, как канал работает после карантина и как на коллектив повлияла история с харассментом. Наташа, привет. Спасибо тебе большое, что ты согласилась найти в своём постковидном расписании время для интервью. А его сейчас много достаточно, знаешь. Ну вот я как раз, раз уж ты надела такую майку, я хочу тебя спросить, насколько эта фраза соответствует твоему сейчас настроению? Сейчас у меня другое совершенно настроение, но майку я надела, потому что, мне кажется, в этой майке, в этом сочетании этих слов, очень много эмоций, которые отражают действительно работу не только телеканала «Дождь», а всех СМИ, независимых СМИ, которые пытаются что-то сейчас делать, пытаются сохранять адекватность, не идут на компромиссы. И почему? Потому что для журналистики уже там несколько лет в России наступили тяжёлые времена. И поэтому многим журналистам негде работать, потому что издание закрывается. Многие журналисты не готовы идти работать на того дядю, который хочет рулить всем процессом. Ну и так далее. И на наших глазах просто мы наблюдаем вот просто сегодня, как меняется этот медийный ландшафт и ещё ухудшается ещё больше. Поэтому вот эта вот майка, это, мне кажется, сейчас то, как чувствует себя журналист вот в этом контексте, в котором есть. А настроение моё, оно сейчас другое. У меня сейчас как раз вообще столько энергии, эмоций и желания сказать людям, что то, что мы делаем, опять же, я сейчас в данном случае обобщаю немножко. Я вот сознательно хочу говорить не только про «Дождь», а про тех людей, для которых слово «журналист», «свободная пресса», «свободные СМИ» – не пустой звук. И я считаю, что мы просто обязаны продолжать работать ещё лучше, обязаны сохранить себя, обязаны просто всё сделать для того, чтобы не поддаться вот этому, ну, с одной стороны, ужасу, который надвигается, он с всех сторон надвигается. Не только политический, финансовый, потому что, опять же, ковид, ну, как ты знаешь, сильно поменял, скажем так, медийный ландшафт просто потому, что ушли деньги. И вот это вот понимание, что не так много этого осталось, всего ценного, да, и вот это надо сохранить, у меня сейчас есть, и поэтому я прям... Такое, знаешь, состояние, когда вперёд, вперёд, вперёд. Это очень классно, но я хотела с тобой поговорить немножко не как с человеком, который представляет журналистов, а как именно с медиа-менеджером, потому что очевидно, что самые, наверное, тяжёлые времена, они наступили сейчас именно для медиа-менеджеров, для людей, которые отвечают за экономику медиа, потому что мы видим, что происходит с независимыми СМИ, мы все наблюдали, что происходит с ведомостями, и очевидно, что сегодня вопрос не только в независимости, но и в умении найти какую-то модель, которая будет коммерчески успешной. Вот в этом смысле, что сейчас происходит с дождём? Как вы сейчас работаете, как на вас повлиял коронавирус? Ну, слушай, когда ты сказала, что вот это такой кризис, мы пережили просто уже столько кризисов, и мы, наверное, научились с этими кризисами справляться даже тогда, когда они ещё не наступили, но мы уже предполагаем, что может случиться задница, простите за выражение. Нам, как мне кажется, в своё время, несмотря на то, что была ужасная ситуация, когда нас выключали, отключали, и когда нам пришлось всё поменять, но мы поменяли эту бизнес-модель, ушли от рекламной модели и перешли к подписной модели, это очень сложно и в российских условиях, опять же. И миллион всяких аргументов, почему это сложно, но я могу сказать, что эта модель, которая вот в этом кризисе ковидном дала нам возможность удержаться, мы немного сократились, то есть да, мне пришлось пойти на сокращение зарплат сотрудникам на 15%, мы отказались от каких-то лишних помещений, у нас не так много было чего резать, но так или иначе мы сумели этот кризис пройти только потому, что рекламный доход в нашем бюджете составлял всего 20%, всё остальное это подписка, либо продажа, дистрибуция кабельным операторам. И подписка удержалась, понимаешь, то есть да, мы видим, что средний чек падает, мы видим, что люди раньше чаще покупали годовые подписки, сейчас месячные, но, например, люди стали делать донаты, да, и вот эта вот форма донейшн, конечно, как бы поддержка, потому что люди считают, что это важно там и нужно, она компенсировала частично отток этих рекламных денег, не все, потому что мы ощутили это на себе, но в целом, в целом, если бы мы жили только в рекламной модели, но я не знаю, как сейчас у Форбса дела, но я наблюдала со своим ещё одним ребёнком с серебряным дождём, что происходило, понимаешь, когда просто у них 100% рекламный доход, понимаешь, и он упал фактически на эти 100%, и что делать? И слава богу, что там Савицкий пошёл на то, что ему раньше ужасно не нравилось, на вот это вот, как бы он обратился к своим слушателям, и слушатели поддержали, потому что доверие к радиостанции очень высокое, да, и, собственно, доверие к дождю высокое, поэтому вот этот донейт, когда мы обратились, сказали, ребят, нам не справиться без вашей помощи, и люди видно, как активнее делают донейты, то нас удержал на плаву. Нам повезло, мы попали совершенно случайно в пострадавшую отрасль, как все СМИ, и мы получили, так как мы не увольняли, не сокращали сотрудников, мы получили прямую поддержку на сотрудников, и это было круто, неожиданно, да, что государство вдруг как-то, ну, не благодаря нам, но какая разница, да, то есть мы получили, поэтому мы проскочили, я бы так сказала. Другое дело, что сейчас ещё не закончился июль, непонятно, какой будет август, и понятно, что рекламный рынок вернётся, вернее, я бы так сказала, он, скорее всего, уже даже не вернётся к тем показателям, которые были до вот этого кризиса, просто потому что огромное количество бизнесов обанкротилось, закрылось, и мы всё это наблюдаем. Ну вот из того, что я наблюдаю по интересу аудитории, понятно, что у меня несколько другой сегмент, я вижу, что после очень резкого скачка интереса читателей и вообще аудитории ко всему, то есть люди, наверное, я не знаю, в апреле истерически потребляли информацию, причём всю, и это вызвало очень резкий скачок трафика у всех медиа, я думаю, что у вас тоже. Да, и у нас тоже, конечно. А потом пошёл резкий спад, который до сих пор не выровнялся, и это касается абсолютно всего, включая новости. В этой ситуации какие у тебя прогнозы? Как ты в этой ситуации будешь удерживать аудиторию, и что вообще сегодня хочет, на твой взгляд, постковидный зритель? На самом деле реакция людей, мне кажется, достаточно понятна, и мы все, ну я сужу по себе, мы тоже вначале потребляли всё подряд, и весь контент, и мы, я помню, как на дожде запустили вот этот вот марафон, пока все дома, значит, и как это было круто, концерты и так далее, и через месяц мы поняли, что вот тут уже у всех, и у нас, и мы перестали всё это смотреть и делать, ну я имею в виду в таком объёме, и вернулись как бы к основному, это к новостям. Новости всё так же востребованы. Другое дело, что они востребованы, когда есть яркая информационная повестка. Но это не проблема ковида, и это в принципе проблема любого информационного СМИ, не только российского, любого. Просто, например, там в той же Америке, там как бы политики больше, новостной повестки больше, и поэтому они практически не чувствуют этих таких серьёзных спадов. Мы чувствуем. Но это данность. Ну то есть мы должны просто в это же, в другое время, когда нет каких-то сверхинформационных поводов, нам надо удерживать первое, что мы продолжаем оставаться информационным каналом. И в любой момент, когда что-то происходит, вы все должны понимать и знать, что надо прийти на дождь, и мы это видим. Вот вся история последняя там и с Хабаровском, и с судом над Кириллом Серебренниковым, и с протестами здесь, в Москве. То есть как только что-то такое происходит, что является общественно важным, значимым, политически общественно важным, в этот момент зрители, прибегает на дождь. И это наша, с одной стороны, сильная сторона, потому что мы приучили людей, что когда что-то происходит, приходите. И с другой стороны, конечно, это делает нас уязвимыми, потому что невозможно держать всё время этот градус. Но мы это приняли для себя. Единственное, что можно делать в этой ситуации, это всё время думать над контентом. Всё время придумать, какого гостя, как повернуть, как из той повестки, которая сейчас там сложилась, как создать какое-то, ну там, не знаю, своё собственное информационное событие, ну как было с Конституцией, понимаешь? Помимо того, что мы освещали как новостное СМИ, да, недельное голосование. Это было прекрасно. Вот, недельное голосование. Ваш выпуск 2036-й, это абсолютно жилье. А с другой стороны, мы сделали выпуск 2036-й, понимаешь? Это же такая штука, которая, ну, то есть это то, что придумано было. Я приветствую всех, кто смотрит телеканал «Дождь». Это информационная программа навсегда. В студии ведущая Анна Викторовна Мангайт и Тихон Викторович Дзитко. Сегодняшний выпуск целиком посвящен важнейшему событию 2036-го года – всенародному голосованию по отмене Конституции. И вот мы таким образом опять вызвали такой, знаешь, поинт к себе, что вот на дожде такое есть. Ну, только так, слушай. Это главный же вызов для любого медиа-менеджера, который руководит творческим коллективом, что всё время надо что-то рождать. И вот эта вот моя фраза, там, типа, ребята, ну всё, надо что-то очередной раз придумать. Я говорю, да мы всё время думаем. Оно же не рождается вот так, знаешь, по указке. Я, честно говоря, не знаю, где должна проходить граница этой великой китайской стены между независимостью медиа и необходимостью как-то выживать. Вот что ты про это думаешь? Как это для себя? Я очень просто отказываться от рекламной модели и переходить на модель подписки, какая бы она сложная ни была. Она самая честная. Она самая... Она самая параллельная для медиа. Когда за тебя платит твой... Не рекламодатель платит за твою аудиторию, за то, что ты делаешь. А когда за это платит твой читатель, зритель, то это самое честное. С этого начиналась газета. Понимаешь? И я понимаю, как это сложно. Но обрати внимание, что всё равно весь мир и СМИ, обрати внимание, те СМИ, которые работают в общественно-политической деловой повестке, они двигаются в эту сторону. Либо это чисто модель, как в Нью-Йорк Таймс, подписная. Это только paywall. Ну, заманиваем людей открытыми текстами и так далее. Ну, так иначе, это paywall. Либо это смешанная модель, как у Guardian, когда есть и paywall, и донаты, и какое-то членство в клубе и так далее. То есть каждый находит какую-то свою форму. Опять же, если бы мы были в нормальной рыночной ситуации, в нормальной политической ситуации, то я уверена, что большое количество форс бы точно перешло бы потихонечку тоже на платную модель подписки. Просто потому, что именно для того, чтобы не создавать никакую стену, не писать никаких правил. И в этом случае не нужны никаких компромиссов. Хорошо ты работаешь, нравится читателю твоему, он платит за это. Даже если он не нравится ему, и он не читает, но считает важным то, что вы делаете, он готов за это тоже платить. И вот в этом смысле, и понимаешь, когда у тебя аудитория за это платит, то ты, с одной стороны, должен слышать эту аудиторию, но это огромная аудитория, это десятки тысяч человек. Ну, ты в любом случае можешь только считывать их интерес к чему-то, но они не могут диктовать тебе повестку. Понимаешь? И в этом смысле независимая журналистика в платной модели самая понятная и самая прозрачная. Мы не можем отказаться от рекламы совсем. Мы точно так же, для нас 20% бюджета, вот опять же, на ковиде мы это поняли, это ощутимо, все равно это 20%. У меня мечта, если мы вырастили достаточное количество подписчиков, когда мы дошли бы, а я надеюсь, что когда-нибудь мы дойдем до той точки, когда подписка сможет полностью закрывать наш бюджет, я сейчас не говорю про прибыль, у нас ее нету. И... Ну, хотелось бы, чтобы она когда-нибудь появилась, да? Вот. Но хотя бы закрывать бюджет, то я бы отказалась от рекламы. И с точки зрения потребителя, потому что я хочу, чтобы люди приходили на сайт и видели чистый наш контент и доходили до него небольшое количество рекламы. И с точки зрения вот этого компромисса. И я очень хочу двигаться туда. Другое дело, что да, мы пока не можем все себе позволить. И если вернуться уже так вот к сути этого вопроса, вот если нет возможности, и мы не платной там, да, в модели живем, то здесь тогда очень... Мне кажется, надо... Вот я здесь всегда считаю, что надо исходить из здравого смысла. Есть внутренние редакционные правила. У кого-то это догма, у кого-то это правила, о которых договорились. Я, например, ну, знаю... Вот, например, у нас, если это рекламодатель, у которого есть какая-то интеграция или связь с контентом, то без главного редактора, без главного редактора сайта не может этот рекламодатель появиться на телеканале. То есть вначале коммерческий директор получает запрос, отправляет его к главному редактору из сайта телеканала. И те говорят, да, это рекламодатель нормальный, она объясняет, какой может быть контент, он никаким образом не влияет на наш контент, и тогда это возможно. Но у нас много случаев, когда мы отказываемся от рекламодателя, просто потому что, ну, потому что мы не уверены, там, да, есть какая-то сомнительная история вокруг этого, и не хочется свою репутацию здесь ставить как-то на кон. Я бы еще и за баннерами с удовольствием бы следила, понимаешь, какие там тебе попадают. Вот, и у нас есть там какой-то определенный таргетинг, что не может к нам попасть, но все равно иногда я вижу, и мне это не нравится, что это стоит на сайте. Даже не можешь контролировать. Ну, в принципе, могу, если отказаться. Ну, ведь проблема в том, что в нашей стране, где мы все прекрасно понимаем, какое информационное поле, если все информационные и независимые классные медиа уйдут в платную подписку, огромная часть населения просто не будет получать эту информацию, а будет получать вот бесплатную информацию из телека. Да, есть такая проблема. Да, мы с ней вот там жили несколько лет, но, ты знаешь, мы за последнее время, как мне кажется, за последний год-полтора мы научились искать вот этот компромисс. Если мы делаем, ну, скажем так, во-первых, все общественно важное, значимое, серьезное мы открываем и выводим из-под паевола. Ну, потому что мы понимаем, что важно, чтобы люди это видели. Да, расскажи про этот опыт, потому что действительно вот в последнее время это стало ярким. Да, мы выводим из-под паевола. Мы, более того, практически все такие сюжеты, репортажи или трансляции отдаем YouTube во все соцсети, потому что мы тоже понимаем, что миссия, в том числе, СМИ и Дождя сделать так, чтобы об этом узнало максимальное количество людей. И вот этот компромисс мы, знаешь, как эмпирическим путем находим. То есть у нас нет жесткого, что 50% открываем, 50% закрыто. То есть, опять же, редакция, ну, вот каждый день она чувствует, давайте этот сюжет откроем. Единственное, что мы, о чем всегда думаем, как не обидеть наших подписчиков, которые нам регулярно платят, которые с нами многие лет, много лет, которые в какой-то момент просто скажут, ребят, ну, что вы, за что вам тогда платили, если вы там все открыли. Но у нас офигенная аудитория и очень сознательные подписчики. Они сами, когда мы вот первый такой этап делали по открытию, мы спросили, ребят, мы хотим открыть, нам кажется, это важно. Они говорят, да, конечно, мы готовы доплачивать. То есть, фактически, наши открытия оплачивают сейчас текущие подписчики. И для того, чтобы они, ну, не обиделись, мы пытаемся вот этот какой-то баланс держать. То есть, мы не откроем совсем какой-то такой эфир, там, ну, скажем так, за которым не стоит очень важная общественная такая политическая какая-то, ну, повестка значимая, когда вот общество должно об этом знать. А такие вещи открываем, и, слава богу, мы сумели сейчас достучаться до большой аудитории, благодаря, в первую очередь, YouTube, с которым мы очень давно, как это, во взаимодействии, но вот эта подписная модель очень долго нас держала вот в этом таком закрытом состоянии и противоречий между бизнес-моделью YouTube и нашей. Но сейчас мы его нашли, и я уверена, что многие СМИ в этом как бы вот формате, кто работает, этот компромисс могут найти. То есть, вот как мы. Наташа, я последний раз была здесь год назад, все выглядело как-то по-другому. У вас произошли изменения. у меня есть кабинет. Во-первых, он розовый. До стихи, все здесь, Да, на флаконе у меня не было кабинета, если ты помнишь, мы вот тут сидели, была общая зона. вот я и помню, что у тебя была полная демократия в прошлый раз. Да, но на самом деле это тоже условно кабинет, потому что здесь проходят все летучки, здесь редакция собирается, здесь мы общие летучки делаем. Вообще-то единственное фактически кабинет, ну или переговорная комната, где можно спокойно поговорить, это здесь. Хотя все равно все слышно. Я не могу не обратить внимание на розовую сразу всю розовую композицию. расскажи, что означают эти предметы. розовое, это все вообще, розовое телеканал, это то настроение, с которым канал создавался. И это розовый цвет, как сказали мне одни модные дизайнеры из Британки, они сказали, слышь, что дождю удалось поменять отношение к розовому цвету. Это правда, потому что все говорят, как розовый телеканал, это что, женский телеканал? Да, да, да. Вот, в итоге мы сумели поменять, поэтому наш розовый цвет, он немножко так вот меняется за 10 лет, чуть-чуть темнеет, но в целом остается этим настроением. А этот холодильник мне подарили, просто итальянцы приехали, увидели тут нас розовый и привезли мне холодильник и сказали, вот тебе подарок. И он такой, смотри, а что там внутри? Все прекрасно. А, как должно выйти в розовый холодильник? У меня как-то моя стажерка спросила, что нужно сделать, чтобы стать успешным журналистом, я ей сказала, что нужно пить с нужными людьми. Я думаю, судя по всему. Здесь я вам бы сказать, что это такое, ну, такое на самом деле общее место практически, потому что когда ребята там что-то, у них там, не знаю, повод или еще что-то, они не то, чтобы без спроса, они меня могут так формально спросить, можно ли залезть в холодильник, я говорю, можно, поэтому периодически его пополняем. Этот же кабинет ребята мне подарили, ну, то есть подарили именно сотрудники, когда я заболела, уехала, меня долго не было, они затеяли ремонт, и мне об этом не говорили, сами искали деньги, сами договаривались, значит, со всякими подрядчиками, и они, ну, много чего поменяли, и тут поменяли, и построили еще одну студию, и, собственно, построили у меня этот кабинет, и я пришла, и для меня это был, конечно, полный сюрприз, и было ужасно приятно, но мне ужасно неловко, я говорю, вы что, я говорю, люди все сидят там, все на головах, а у меня тут такая роскошь, но сказали, слушай, зато у нас теперь есть большая переговорка, и мы ей прекрасно все пользуемся. А сколько сейчас вообще человек работает? 160, ну, там плюс-минус, потому что есть ГПХ, но 160 человек где-то. Я как-то, уже, честно говоря, не помню где, я слышала, что для тебя вот 10 лет, дождево весной было 10 лет, это какая-то важная дата внутренняя, да, по тому, как ты поймешь, как этот бизнес будет дальше развиваться, медиа, вот, каким выводом ты пришла, и как ты видишь следующее десятилетие, будет ли оно вообще? Год назад, я начала об этом говорить год назад, когда я поняла, что стоят, вот, как бы скоро десятилетие, и у меня было очень внутреннее, такое растерянное состояние, потому что я не понимала, что с этим дальше делать, и куда двигаться, и не понимала, потому что, ну, в какой-то момент мне показалось, ну, вот, это что-то никому не нужно, вот, мы что-то бьемся, бьемся, вот, у нас есть какое-то количество подписчиков, оно стабильно, появилось большое количество, опять же, возвращаемся в YouTube-каналов, которые очень клевые, как вот в этой закрытой модели, попробовать с ними там конкурировать, но мне кажется, у меня свое внутреннее состояние было очень сложное, когда я потеряла вот это видение, да, и тогда я собрала весь коллектив, с одной стороны, попыталась всех как-то вдохновить на вот этот год, что, типа, давайте поменяемся, и там что-то такое сделаем прорыв, с другой стороны, я сама себе это говорила прежде всего, давай попробуй, да, и я сказала, что через год, когда будет десятилетие, я для себя должна принять решение, да, я хочу этим дальше заниматься, у меня есть на это силы, у меня есть видение, или с этим надо что-то делать, у меня не было никакого решения, закрывать, я точно не планировала это продавать, но другие разные могли быть варианты, сделать это общественным, отдать сотрудникам, ну, то есть у меня разные были какие-то в голове мысли, вот, но где-то с зимы, не, ну, во-первых, июньская история в том году с Ваней Голуновым поставила голову мне на место. Она тебя вдохновила? Ну, она не то, что вдохновила, когда я поняла, ну, вот зачем нужна медиа, ну, вот зачем ты работаешь, вот зачем нужен дождь. У меня даже мурашки, потому что, я уже все вспомнила. Потому что благодаря таким, как дождь, и таким независимым СМИ, и вот этой солидарности невероятной, которая возникла, не только по поводу Вани, а вообще по поводу и дальше московского дела, и протестов, понимаешь, и ты когда вдруг поняла, что да ты нужен, вот, ты нужен, ты должен быть, это первое было такое, но потом мне опять было сложно, знаешь, вот это вот как бы, мое настроение, оно такое вот плавало. И, но где-то там, наверное, с февраля-марта месяца, я поняла, что, я прям поняла, что, что я должна делать? Я должна развивать дальше независимое информационное медиа. Я уже не могу его даже назвать телеканалом, это просто новостное медиа, да? Оно нужно, оно чем дальше, тем больше будет востребовано. Как бы тебе не было сложно, в этой подписной модели ищи способы открывать максимальные аудитории и становиться большой, не теряя свою основную модель. И, собственно, вот этот вот весь путь наш к Ютьюбу, он часть этой вот как бы стратегии на будущее. Поэтому сейчас я вижу, ребята, надо стать опять большими, в других форматах, на других площадках. Не надо больше сидеть вот в этом коконе, в котором мы закрылись, будучи просто подписным каналом и не давая выхода. как бы наружу, все вот сейчас, все понимаем. Я все-таки хотела с тобой поговорить о том, что так или иначе, будем честны, в той ситуации, в которой существуют независимые СМИ, а я отношу и Форбс к ним тоже, мы все равно ограничены в ресурсах, как денежных, так и человеческих. Вот, например, я тут смотрела, наверняка все посмотрели интервью Лошака у Дудя, где он рассказывал, какие у них были бюджеты на профессию репортер, самая большая зарплата у тебя в главном во времена НТВ? На НТВ была большая зарплата, 6 тысяч долларов была зарплата. Бюджет одной программы, одной программы на НТВ был бюджет телеканала месячный. Да, и у меня так защемило внутри. А потом я читаю, сколько получают журналисты, которые перешли из независимых медиа в прогосударственные какие-то каналы или каналы международной пропаганды. И в этот момент, честно говоря, у меня нет внутри какого-то ответа для себя самой, как я к этому отношусь. Я бы лично этого никогда не сделала. Это противоречит моим жизненным принципам. Но могу ли я упрекать какую-нибудь мать троих детей, которая пошла на большую зарплату, чтобы выжить, потому что она зарабатывает независимых медиа очень скромные деньги? Я не знаю. Нельзя упрекать. Я не упрекаю. Я отношусь к этому так, что все люди, у каждого человека есть своя жизнь, свои отношения, свои разговоры с собой, свои компромиссы с собой, свои ситуации жизненные. И это только выбор человека. Только. И у меня нет никакого права у меня со стороны давать этому какую-то оценку. Но на самом деле так. У меня тоже есть знакомые, которые пришли работать в те СМИ, к которым я близкого никогда не подошла. Но я... Ты осталась к ним лояльна? Как к людям? Как к журналистам? Да, у меня нормальные отношения. И я просто делаю внутри для себя какую-то некую ремарку для себя. Но я не перестала общаться с этими людьми. И точно уж их не осуждаю. Потому что по какой-то причине этот человек сделал выбор. Кто-то тупо за бабло. Ну, то есть, да, это его выбор. И как бы пусть он сам с этим живёт. А кто-то, потому что ну, правда, надо как-то кормить семью, ребёнка, ты один. И если независимые СМИ не могут позволить себе платить такие зарплаты, ну, человек такой выбрал путь. Но опять же, это же всё у него. Это человек с этим потом живёт. Другое дело, что обидно для нас, как для индустрии, что мы живём в нерыночных ситуациях. Не вы. Не мы. Понимаешь? Когда есть бюджеты, когда государство всё время увеличивает бюджеты на государственные СМИ, вот знаешь, это как бы... Вот я сталкиваюсь постоянно с тем, что вот люди, некоторые говорят, даже нормальные люди, ну, то есть, не то, что бабушка из Урюпинска, которая вообще не очень понимает, как живут СМИ. Они говорят, ну, как же так? Почему я должен платить за информацию? Ну, как это так? Почему телеканал платный? И вот тут вот как бы очень важно, чтобы мы все с вами, мы с вами рассказали людям, что когда вы смотрите, извините, первый канал, канал ВГДРК и другие каналы, которые живут точно так же, мы с вами за них платим, потому что им прямое бюджетирование из наших, в том числе, налогов, которые мы заплатили. И поэтому, когда мы говорим заплатите за подписку на ДОЖ, там, не знаю, 500 или 600 рублей, это, с одной стороны, кажется дорого, а с другой стороны, ребят, мы правда больше платим вот этой всей пропагандистской машине, понимаешь, ведь мы же не учитываем, какое количество московских, подмосковных, региональных СМИ, которые живут тоже на бюджет, это мы видим, как бы такую верхушку. Каждый раз, когда мы говорим, вот новая программа хочется, я говорю, ужасно хочется. Каждый раз мы садимся, вот любая новая программа, небольшая, не сложная, плюс бюджет, окупится, не окупится, непонятно. Для многих дождь, как и YouTube-каналы, эта история очень персонализированная, да, и во многом, безусловно, дождь ассоциируется с тобой, когда-то она ассоциировалась с тобой, с Мишей, с Игорем, с Тихоном, с Зитко. И мне кажется, как зрителю, как человеку, который следит много лет за дождем, что важно зрителю дождя видеть вот эти собственные лица и этим лицам доверять. И в этом смысле возвращение Тихона, который всегда с дождем ассоциировался, как повлиял на работу телеканала? Хорошо. По Тише соскучились и зрители, и мы, и Тише. Ну, у нас же тяжелый был такой период вот после всего этого. То есть он по-разному был тяжелый. То есть и смена людей, и редакции, и такое обновление коллектива. То есть, ну, непросто было, да, и в какой-то момент так много появилось новых людей, что вот эта айдентика дождевской, да, она стала исчезать. И Тише, вернувшись, то есть Тише, не надо было объяснять, что такое дождь. Тише как бы вернулся и вернул вот это вот состояние, которое, ну, во мне-то никуда не исчезало, но я же не могу себя все время, знаешь, как это распространить. Вот, и Тише вернул это состояние, и как-то коллектив подсобрался, мне кажется, очень, знаешь, опять вернулся вот этот вот дождевский внутренний какой-то драйв, который очень нам был нужен. А то, что, конечно, персонифицировано, персонализировано все должно быть, потому что люди доверяют людям, а брендам доверяют они, потому что там есть люди. Вот и все, ты не можешь доверять бренду просто словам, ну, вот какому-то бренду, да, то есть за этим стоят люди. А так как у нас все-таки публичный бизнес, то люди, которых еще и знают в лицо, и я за это. И это очень тоже такая сложная модель, потому что вот она звезда выросла, вот она так далее, дальше эта звезда либо уходит, либо вы там, не знаю, поругались и так далее, и звезда уходит, и за собой еще уводят часть аудитории. Да, это сложно, но я считаю, что как бы эта часть основная нашей работы, создавать этих людей, этих лиц, вкладываться, вместе с ними расти, развиваться, и не бояться, если они уходят, растить новых. Как вы внутри телеканала отреагировали на всю эту историю с Павлом Лобковым и вообще всем этим скандалом? Слушай, ну для вас это, конечно, была серьезная такая встряска, почему? Потому что, ну, я бы так сказала, знаешь, как мы ждали, когда это случится, да? Вся проблема в том, что поведение, условно, Паши, вот эта вот его такая фривольность и так далее, мы же это все наблюдаем 10 лет. И для нас, всех людей, которые внутри, ну не 10, меньше, Паша попозже пришел, вру, для нас внутри мы к этому относились достаточно спокойно и с юмором. Почему? Потому что, во-первых, мы Пашу знаем, мы знаем, что за его этими приставаниями, спортик или так далее никогда не стояло никакого там насилия и в этом уверены, и у нас никогда не было даже сомнений, да? мы свидетели этого и мы соучастники отчасти того, что происходило и что мы пропустили, вот я здесь чувствую свою вину и, ну, многих, кто здесь рядом с Пашей, что мы не заметили, что каких-то людей это действительно обижает, кого-то оскорбляет, кого-то это задело, для кого-то это был повод подумать про уйти, кто-то боялся об этом сказать. Вот это для нас была встряска очень полезная, что, оказывается, ну, то есть вот как бы более старшее поколение и те, кто знает Пашу давно, мы были немножко, ну, то есть мы не понимали, почему такая реакция. Ну, то есть ко мне подходили люди, ну, вот внутри даже коллектив, говорит, ты что, разве Паша он когда-нибудь агрессивный? Мне тоже кажется, никогда, знаешь, этого не было. Вот, но если есть люди, которых это задевало, то, конечно, это плохо и мы это пропустили, поэтому Паша очень быстро принёс извинения и для него это тоже была серьёзная встряска. Второе, мы собрались все вместе и мы про это поговорили. с Пашей мы все вместе, но мы не устраивали у Косомольского собрания и разбору поведения Паши, мы решили поговорить вообще про ситуацию внутри коллектива. И задача была этого разговора поговорить честно, чтобы все, кто хочет высказаться, могли высказаться. Вылезли проблемы, как мне кажется, как вы даже многие сказали, гораздо более сложные, чем ситуация с Пашей, потому что с Пашей, ну вот, она вот такая очевидная, на лицо, разобрались, поговорили, Паша молодец, что извинился, Паш, всё, теперь ты должен понимать, что оказывается есть люди, кого это обижает, за этим надо следить и мы будем за этим следить и больше условно потворствовать или как-то закрывать на это глаза мы не будем, не потому, что мы так изменились все и стали друг други, а просто потому, что мы не понимали, что действительно кого-то это может ранить. Честно, не понимали. И этого не доходило до наших ушей, понимаешь. Вторая история, вскрылись просто, как в любом коллективе, какие-то проблемы, кто-то как-то разговаривает, кто-то не вовремя приходит на запись эфира и важно было про это поговорить. И опять же, вот эта вот открытость и прямота, когда ты не хитришь и не замыливаешь, понимаешь. Мне было неприятно какие-то вещи слушать. Ну, прям неприятно. Я говорила, я говорю, знаете, вот я сейчас слушаю, мне обидно, что оказывается у нас это есть, что кто-то на кого-то может наорать, потому что я этого давно уже не делаю, я за собой слежу и на меня вопрос уважения к человеку на первом месте, понимаешь, но все равно я вот что-то не вижу. Вот это все вскрылось и было ужасно полезно. Никаких шагов, репрессий в адрес Паши с нашей стороны не было и не будет, но ситуация серьезная и для него, и для нас, и поэтому теперь, как мы выйдем в дальнейшем из таких ситуаций, я надеюсь, что их не будет. Есть много новых людей, которые не знают Пашу, которые не знают, как он может тут орать, например, а орет он, иногда он орет, иногда извиняйте, иногда нет, когда они извиняются, плохо, мы про это поговорили, понимаешь, но орет, понятно, почему, потому что он следит на эфире, а у него в это время что-то слетает, и понятно, что это сильный адреналит, но дальше вопрос там извинится или нет, понимаешь, и вот эти вещи, вот за этим надо следить, и это для меня тоже такой серьезный урок, что я как бы снисходительно немножко относилась к этим проявлениям, просто потому что, как я сказала Пашиной маме, и вы понимаете, Паша это такой большой ребенок, ну, для нас, да, вот мы так и так далее, но с другой стороны, нельзя этому большему ребенку тоже там все прощать. А как он себя вообще сейчас чувствует? Не, ну, Паша, для него это была тоже встряска, и он понимал, что и он оказался в какой-то ужасной ситуации, потому что его обвинять в том, что он не делал, ну, в смысле, там, в насилии никакого не было принуждения, вот, а с другой стороны, заслуженно за то, что там, типа, ну, какого черта ты там достаешь парней, да, вот, а с другой стороны, он понимал, что он сильно нас подставляет, ну, как бы всех, хотя, опять же, он прекрасно знает, что мы, то есть для нас не новость, да, там, вот это. Ну, то есть это было бы лицемерием вам сейчас выходить в белых пальто, как говоришь, аж, 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 узнали. Нет, конечно, нет, и в этом смысле, ну, мы честны, я говорю, Паша, я сказала, это тоже часть моей, как бы, вины, там, тех людей, которые рядом, и, но это не значит, что не надо сделать выводы и не, не начать себя вести по-другому, и Паше, он сказал, должен уехать на несколько дней в Питер, мне надо немножко выдать, вот, его очень расстроил сюжет, который был на БогоТРК, я, Ирпаш, зачем ты это смотришь? Вот я не смотрю, чтобы не расстраиваться, зачем? Вот, ну, вот, мама, соседи и так далее, поэтому я позвонила маме, мама у него прекрасная женщина, я говорю, пожалуйста, вы, ну, знаете своего сына, поэтому слушайте его, вот, и, но он, конечно, расстраивался, но сейчас вот он, вот, когда там буквально огняк выпадает в эфир, и мы для себя внутренне этот вопрос совершенно закрыли. Я не могу не задать тебе этот вопрос, потому что он действительно меня очень волнует. Как твоя личная история, которая случилась в этом году, твоя болезнь, повлияла вообще, ну, я не знаю, твое видение, вообще, как это тебя изменило? Потому что, ну, я могу сказать просто, почему я задаю этот вопрос. Очень многие люди говорят, это все ерунда, вот то, что какие-то серьезные потрясения вас меняют, это вот просто люди так говорят, чтобы друг друга подбодрить. Я считаю, что вообще все, что у меня в жизни есть сегодня, случилось потому, что я в один месяц узнала, что у моего ребенка аутизм, и что мой папа болеет раком. И только пройдя все это, я смогла оказаться вот здесь сегодня с тобой сидя в кресле в соседнем. И в этом смысле, мне кажется, что использование ситуации, в хорошем смысле, да, того, что с тобой произошло, это очень важно. И я бы очень хотела услышать твой опыт, да, что происходило с тобой, и как это тебя поменяло. Слушай, у меня это первый такой опыт, я сразу могу сказать. То есть вот у меня, там, мне почти 50 лет, я, если вспоминаю свою жизнь, у меня очень клевая, счастливая жизнь, знаешь, вот с моего детства, с тем, как меня воспитывали, как была бабушка, дедушка, как я выходила замуж раз, рожала детей, выходила замуж еще раз, да, то есть, как у меня, не знаю, там создавался серебряный дождь, потом дождь и так далее, то есть, в общем, вот эта жизнь, когда ты, чтобы себе такое не напридумывал, не намечтал и так далее, оно как-то происходило, да, и таких серьезных потрясений, ну, то есть, понятно, они были, уходили близкие люди, там, терялись, да, но вот как-то про себя, про себя, вот если спросить, вот у меня, я редко болею, понимаешь, ну, то есть, вообще, у меня там, ну, аварии у меня были, ну, тоже как-то легко пережили, и когда я неожиданно, случайно, совершенно мне поставили этот диагноз, ты понимаешь, вот он мне говорит, ну, мне кажется, что это может быть рак, и ты знаешь, я в этот момент такая спокойная сказала, ну, что надо сделать, чтобы убедиться, он говорит, ну, надо быстро сделать функцию, я говорю, давайте делать, я готова была прям в этот момент ее сделать, он так на меня посмотрел, очень удивленный онколог, он сказал, я сейчас не можем, потому что уже там, типа, следующий пациент, а это долго, вот, я говорю, хорошо, тогда завтра, все, я пришла делать, и я, в принципе, вот за эти полдня, я себя настроила, хотя это не наша болезнь, у меня нет в семье, женская онкология, ну, здесь вообще, это не про меня, то есть, это вот то, что, ну, как бы вообще, если мне когда-нибудь сказали, нет, это точно, вот в аварии где-нибудь там, знаешь, там улететь, куда-нибудь я могу, а вот это нет, вот, но я так себе сказала, окей, ну, хорошо, слушай, это болезнь, которая, в принципе, уже лечится, и, в принципе, достаточно успешно лечится, если она так, то просто надо не валять дурака, не теряться, надо себя собрать, то есть, я себя, когда я все сделала, и когда через там пару дней раздался звонок, мне позвонил врач, я сказал, но все подтвердилось, и это злокачественная опухоль, вот в этот момент, ну, как бы, знаешь, вот все, ты как бы принял до конца, вот в этот момент я заплакала, коротко, обняла мужа, он не обнял, вот, ну, тут же, как-то я так включился, я все, пошли, расскажем об этом детям, вообще, ну, то есть, да, надо рассказать всем близким, и быстро что-то с этим делать, да, и дальше мы прям включили, знаешь, как это, дальше как работа, ну, вот, тебе надо что-то сделать, у тебя кризис, у тебя там проблемы, ты должен ее решить, ты должен решить эту проблему, не впадать в никакие там паники, а у меня, видимо, есть такое, я забыла, как это, адреналин, скорее всего, я зависимый человек, то есть, когда появляется такой вот стресс, адреналин, все, мне прям, это все нормально, я вообще не теряюсь, я знаю, что надо делать, я поняла в какой-то момент, что важно об этом рассказать, потому что столкнувшись с этим и рассказав большому количеству людей, еще не публично, но вот в своем каком-то круге, я тут же получила большое количество рекомендаций, советов, инструкции, что надо сделать, куда поехать, вот доктор такой, вот такой, такой, да, это важно, потому что очень многие люди теряются и не знают вообще, куда стучать, потому что боятся об этом сказать и теряют в это время, надо рассказать, и чтобы люди не в смысле тебя пожалели и так далее, люди нормально, адекватно к этому относятся, а главное, не смотрят на твою реакцию, и я когда говорила, например, своей тете, мне самое страшное было рассказать моей тете, потому что у нас с ней такая невероятная близость, она мне как мама, и я ей не хотела говорить по телефону, и уже все знали, все, кто рядом в семье, а она не знала, и я ждала, когда она приедет, потому что я понимала, что мне надо с ней поговорить рядом, и мы все боялись, но я так, как-то так вот спокойно начала ей об этом рассказывать, и она смотрела на меня в глаза и понимала, что вообще ничего ужасного нету, и она так раз как-то вот спокойно приняла эту информацию, она, конечно, проплакала потом всю ночь, это она мне уже потом сказала, вот, но я на утро, понимая, что она точно проплакала, я как-то ее так опять же взбодрила, я говорю, слушай, я буду тебе обо всем рассказывать, вот просто все, что со мной будет происходить, ты будешь знать, вот, и все, значит, поменяла ли это меня? смотри, глобально не поменяла, не то, чтобы поменяла, я стала по-другому относиться там к чему-то, или я изменила свой образ жизни, или, ах, я пересмотрела там что-то, нет, я, побыв, просто, я дала себе время побыть самой с собой, потому что, когда я в Германию, и пробыла там практически полтора месяца, почти все время была одна, и вот это мне очень помогло, и там еще продлившийся карантин, понимаешь, то есть я просто в какой-то момент поняла, что за много-много лет, я, благодаря этой ситуации, смогла побыть одно раз, я посмотрела в том числе на, как бы, жизнь, не то, чтобы вот как бы по-другому, но просто я поняла, что эта болячка тоже случилась не просто так, она меня остановила, ну, остановила, вот, остановись, ну, просто остановись, чуть-чуть подумай, я подумала, я понимаю, откуда она взялась, я точно понимаю, что она такая, как бы, ментально, знаешь, то есть были внутренние вот эти вот безвыходные ситуации, в том числе, что делалось с дождем и так далее, поэтому, когда я тебе сказала, что с февраля у меня началось вот это вот видение и так далее, когда я все вырезала, когда у меня, я закончила курс радиации, возможно, возможно, это тоже каким-то образом психологически, физиологически, я не знаю, но это может быть связано, потому что, у меня, знаешь, как будто, вот, как будто, вот эта вот вязкость какая-то внутренняя, знаешь, там, не знаю, она исчезла, понимаешь, вот, может быть, это, как бы, это все часть, ну, как бы, вот одного моего ментального, не знаю, поля, состояния. Я считала важным, об этом прямо рассказывать, об этом говорить. Я, конечно, сейчас уже забила на это, то есть, почему? Потому что это оказалось в жизни, ты уже забыла, то есть, я уже сейчас забыла, что у меня все это было, что меня там отрезали, что меня там облучали. И слава богу. Но тут важно не забыть, что действительно людям нужна многим вот эта открытость, нужна информация. После того, как я об этом публично объявила, я получила огромное количество письм от людей, не только слов поддержки, что тоже важно, тоже приятно, и это тоже нужно. Знаешь, когда тебе столько людей поддерживают, то ты как-то сразу себя чувствуешь по-другому. А люди боятся говорить, не знают, что делать, психологически закрываются, начинают слушать каких-то всяких дураков, которые говорят, идите нетрадиционно, вот тем полечить и так далее, и теряют время. И что самое ещё интересное, что за два месяца, пока я была в Германии, с момента моего объявления, три, по-моему, или четыре человека из моего, не очень близкого, но из моего круга, не какой-то там чья-то тётя, у которой будет поставлен этот диагноз, к которому мне сразу позвонили. И я очень, то есть я поняла, что я ещё и психотерапевта в этот момент могу поработать, потому что, знаешь, вот эта вот растерянность, первое, ты представляешь, у меня... Я говорю, нормально, всё. Значит, смотри, теперь делаешь вот это, вот это, вот это, вот это. Знаешь, да, точно, точно, всё, вот тебе звонок, вот телефон и так далее, понимаешь? И вот это, как бы, вот что я поняла, что это очень близко, это рядом, и этого много. И из-за того, что люди не все об этом готовы рассказывать, из-за этого есть вот эта очень серьёзная психологическая проблема онкобольного. Даже ты сейчас мне не сказала слово «рак», а ты сказала «болезнь твоя». Потому что слово «рак» в России произнести страшно, потому что рак – это приговор. Это не приговор. Слава богу, мы могли себе позволить быстро яхать за границей. Это очень важно. В этой болячке вопрос финансов к возможности важен. Как и в любой другой. Как и в любой другой. Это важно. Тут вообще нет иллюзий никаких. Это не значит, что в России нет нормальных врачей, или нет клиник и так далее. Всё есть, я уверена. Но у меня есть несколько примеров близких, когда здесь всё было плохо. И я не хотела. И вы могли себе позволить. Поэтому я сразу сказала, что я здесь никуда даже не пойду. Ну, кроме постановки диагноза. Второе. Не только у нас была такая возможность финансовая. Ещё я случайно застраховалась три года назад. И я об этом обещала публично рассказать. И я вот сейчас могу у тебя в эфире об этом рассказать. Это важно. Я не буду называть компанию, не потому, что мне жалко, не потому, что я боюсь рекламы, а просто потому, что я боюсь людей ввести в какое-нибудь заблуждение. То есть человек пойдёт туда, у него там что-нибудь ему не понравится и так далее. Я просто хочу сказать, что во многих крупных, почти во всех страховых компаниях, есть такая страховка, которая называется то ли от критических случаев, то ли... Вот это слово я всё время путаю. Но суть в том, что вы приходите в страховую компанию и говорите, ребят, я хочу застраховаться только от онкологии и сердца. Или только онкология. И больше ничего. То есть эта страховка ничего не покрывает. Стоила эта страховка мне в год где-то около 400 евро. И я два года оплачивала страховку себе и мужу. Муж об этом даже не знал. Ну, так я на всякий случай думаю, пусть будет. И тут вдруг это случилось. Я думаю, нифига себе. Вот сейчас мне страховочка пригодится. И не сразу... То есть мы сразу им всё отправили. И там были свои нюансы. Потому что я не хотела ждать, пока они дадут аппруф, пока они всё это проверят. Поэтому операцию в Берлине мы сделали через 10 дней. Ну, там, через 2 недели. И я не ждала, когда страховка ответит. А дальше всё. Лечение, перелёты, проживание и так далее. Оплачивалась страховая. И это очень крутая история. И я хочу прямо сказать, ребята, идите в страховые, крупные, большие компании спрашивать про такую страховку. Она точно есть. Наташа, спасибо большое. Я получила огромное удовольствие. Спасибо, Юлечка. Спасибо, Юлечка. Спасибо. 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 Спасибо.